Пешие прогулки по тротуарным дорожкам, пикник с шашелуками, игры с детьми на обустроенной площадке. Все это стало доступно жителям поселка Факел, буквально на расстоянии в вытянутой руке. Здесь, в районе Захребетной Курьи, торжественно открыли зоны отдыха. Подробности далее. Ура! Мы это сделали! После перерезания красной ленточки отправляемся осмотреть зону отдыха. Первое, на что сразу обращаем внимание – качество тротуарной плитки. Ноги на такой дорожке не скользят, что очень важно. Она так красиво смотрится, просто сегодня снег находится. А так весной будет красиво. Подойдете, мы тут еще дополнительно проведем работы, озеленение. Кое-какие подцепим эти места, поставим еще дополнительные скамейки, стоянки. Все будет красиво. Здесь планируют установить мангалы для шашлыков, детскую игровую площадку со спортивными элементами и беседку. Планов и идей много. Осталось решить проблему с хулиганами. Для них здесь словно медом намазано. На свече не здесь? Оно было, все работало. Это расстреляли фонари, их просто демонтировали, чтобы остальные не добили. Мы эти фонари поставили в поселке Искателя. Они до сих пор там работают. Они, во-первых, дорогие, порядка 6500 фонарей. Жалко было, что их просто расстреляют. Там людям добро приносят. Вот они на сквере, геологов у нас стоят, на кораблике на детской площадке стоят. Ну, остатки те, что живые были. А за этот год 30 фонарей на одном мостике разбили. Можете подойти посмотреть. В пятницу они все горели до единого. А в субботу вызвали УВД, но с УВД не созволили приехать. Помочь нам разобраться с этой ситуацией. Посодействовать в решении этой проблемы намерен депутат Госдумы от Неницкого округа Сергей Коткин, который принял участие в торжественном открытии зоны отдыха. Я свяжусь с начальником УВД, переговорю с ним. Потому что люди столько вложили, действительно, да. Такая радость, и смотришь, а половину плафонов уже нет. Да более того, даже то, что вот эти дорогостоящие плафоны, которые с земли, там же его просто так не разобьешь. Там ломиком надо его долбать. Его как раз и раздолбали. Да, слушайте. Еще один объект, открытый накануне. Дворовая территория в районе домов номер 1 и 2 по улице Геологов. Здесь установили скамейки, урны и уложили тротуарную плитку. Здесь такая же плитка 3D, она видно красиво. Еще деревья посадить, а уже кусики есть. Есть кусики, посажено, все запротоколировано, все заснято. Главное теперь их выходить? Ну это уже дело жителей, наверное, да? И зона отдыха, и дворовая территория обустроены в рамках реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Его особенность в том, что участки для благоустройства и их наполнения определяют сами жители. Этот проект, безусловно, он будет иметь свою перспективу. Федеральные деньги выделяются, очень неплохие деньги выделяются. Я считаю, что они плохие. Окружная администрация и местное муниципальное образование, пусть незначительные средства, но они вкладывают. Для них это большие деньги. А самое главное, вы вкладываете сюда свою душу и сердце. В текущем году в формировании комфортной городской среды принимают участие не только поселок Искатели и город Наридмар, но и сельсоветы Канинский и Приморско-Куйский. Всего в регионе планируется благоустроить 4 дворовых и 10 общественных территорий. Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал «Север». Продолжение следует...